всем огромнейший привет с вами лада и хотела бы сегодня рассказать историю из своей жизни которая произошла совершенно недавно на днях история о том как меня обокрали обокрали цыгане никогда не думала что это произойдет всегда старалась цыган обходить стороной никогда не слушала и не вслушивалась в то что они говорят вслед что-то спрашивают и тому подобное вообще я не думала что я подвержена какому-либо гипнозу но произошло то что произошло случилось это днем когда я шла по улице меня остановила женщина на остановке спросить как доехать до какого-либо объекта я сначала не поняла что это цыганка женщина была хорошо одета уже только потом когда я смотрелась я поняла что это цыганка но как-то даже против может быть своей воли как-то я не очень хотела и отвечать я была еще в наушниках слушала музыку но тем не менее музыку выключила я и ответила что в принципе не знаю когда туда доехать потому что не очень ориентируясь в том городке в котором живу всего очень малое количество лет здесь живу и в принципе по такому маршруту вообще ни разу не ездила и слово за слово она меня начала заговаривать начала говорить что она мне вообще какое-то родовое проклятие что она мне поможет и сейчас какие-то молитвы прочитает и что мне нужно сделать а в общем она мне села на уши и она меня повела в какое-то место такое ну рядом с дома в общем за дом мы зашли она у меня стала спрашивать какие-то вопросы но что меня очень удивило не говоря вообще того что меня зовут как меня зовут она мне сказала что во первых я крещённая ну да я крещённая и во вторых она угадала то что у меня крестили не по тому имени который у меня сейчас то есть она мне сказала что то имя которое я сейчас ношу это моё как бы второе новое имя она угадала имя моего мужа ну то есть приблизительно сказал что но твоего мужа там зовут сергей и что-то еще такое что у меня нет детей в общем я на это на все повелась естественно потому что ну такие вещи сказать что не каждый человек вообще угадает но цыгане они очень тонкие психологи хотя первое время я с ней разговаривала в черных очках то есть я очки не снимала она мне кстати угадала что у меня плохое зрение хотя хотя линзы через очки просто не видно и таким образом заговорив меня она у меня задает следующий вопрос что если у меня сейчас деньги у меня были деньги у меня были деньги в двух местах в кошельке но в кошельке была просто мелочь там было 400 рублей мелочью а другие деньги две тысячи находились у меня в паспорте я крупные купюры всегда откладываю в другое место в сумку не люблю в кошельке хранить и я сказала просто про кошелек я умолчала про то что у меня есть деньги в паспорте и сказала что у меня есть деньги в кошельке достала кошелек показала ей она говорит хорошо я сейчас тебе заговорю вот эти вот деньги там на удачу на любовь там на счастье на карьеру и так далее и она мне стала заговаривать это все потом она посмотрела на мое обручальное кольцо и сказала что давай тебе и обручальное кольцо тоже заговорю чтобы у тебя там с мужем все в доме хорошо было и лат и уют и так далее и потом она мне сказала что для того чтобы все это дело закрепить чтобы молитвы все подействовали нужно завернуть и вот это вот все то есть деньги и мое обручальное кольцо в платок и завязать там какой-то ниточкой честно я не очень хотела это делать то есть я у меня были мысли что блин ну что ты вообще делаешь тут ты дурочка что ли чтобы деньги завязывать еще в платок там снимать обручальное кольцо но вот знаете нашло какое-то помутнение и даю я отдала и вот эти 400 рублей да у меня еще в кармане было 50 рублей на проезд но я не отдала то есть я отдала все деньги которые мне были в кошельке то 400 рублей там мелочь там 50 было по 100 ну неважно и отдала и обручальное кольцо которое нам при мне вроде бы завязала в платочек завернула в платочек завязала ниточкой и как бы она сделала движение такое она сказала теперь это все нужно положить в левый карман у меня в кофточке был левый карман и она мне как бы таким грубоватым движением вот этот вот сверток положила в левый карман я почувствовала что этот сверток у меня в левом кармане и у меня мысли не было вообще такой что она может что-то там не то мне положить как-то подменить но это случилось да она меня отпустила сказала что теперь у тебя все будет зашибись хорошо там и счастье удачи полный дом и когда мы уже с ней расстались она там не еще дала какие-то указания там сжечь какой-то волос там прийти куда-то перекресток там церковь все дела и уже когда я пошла в магазин по своим делам по пути мне просто стало интересно вообще у меня даже мысль такая проскочила блин я чудо дебилка завернуть деньги все в платок завернуть обручальное кольцо в платок я его сейчас немедленно одену и когда я достала вот этот сверток развернула я увидела что никаких денег никакого обручального кольца там нету и в помине то есть там лежала какая-то рекламная бумажка свернутая типа как деньги а вот у меня был реальный шок то есть я вообще не могла поверить что такое вообще могло произойти мне не жалко вот этих 400 рублей мне абсолютно вообще это мелочь вообще не жалко хорошо что в мои тысячи были при мне и там на проезд тоже оставалось мне безумно стало жалко во первых обручальное кольцо и себя потому что попасть в такую ситуацию где тебя могут обмануть вот как вот знаете в душу нагадили взяли как бы самое дорогое обручальное кольцо для меня это самое дорогое хоть она конечно не стоит там колоссальных денег я думаю что в ломбарде за него и не выручат очень много но все таки по пришествии конечно домой я отходила наверное сутки после этого то есть мне все это казалось таким каким-то сном какой-то пеленой я не могла поверить как вот так вот я глупенькая повелась вот на это на все то есть на его на ее заговоры на какие-то ее там обряды какие-то ритуальные там вы заворачивание в платочек и так далее это мне сейчас смешно но тогда я реально не понимала что это происходит со мной не то что там она меня обманул на эти 400 рублей а то что вот у меня вот кольца нет да что я взяла сняла кольцо и просто и отдала это кольцо но как говорится главное в этой ситуации что все живы здорово с вещами мы уже потом разберемся вообще в этом году нам очень везет с мужем на разного рода мошенников сначала наша первая история с поделка телефона теперь вот эта ситуация с цыганкой но как говорит мой муж она меня очень плохо обработала потому что все-таки деньги у меня большая часть денег осталось при мне это 2000 рублей в паспорте о которых я и просто умолчала почему я это сделал не знаю но у меня была мысль что нужно ей об этом не говорить единственное что жалко конечно это кольцо но плохо поработала цыганка почему я рассказала вам эту историю не потому чтобы вы меня пожалели написали в комментариях какая же я несчастная глупая девочка дурочка и тому подобное или какая же я лохушка нет вы можете конечно это в комментариях писать комментарии у меня открыты высказывайте свое мнение свободно не поэтому я рассказала историю просто во первых захотелось мне просто поделиться с тем что у меня произошло в жизни а во вторых все-таки захотелось вас как-то предупредить, может быть, чтобы вы были более бдительны в этом плане в нашей жизни, потому что вот всякое может произойти, никогда не знаешь, а где упадешь, да, вот если бы знал, то соломочку постелил, как говорится, потому что я, ну, в жизни я не думала, что со мной вот это вот случится, что меня может обократь какая-то цыганка, заговорить там, загипнотизировать, ловкость рук и так далее, то есть для меня это вообще был просто фокус. Но, как говорится, тоже не зарекайся, да, всякое бывает и со всякими бывает. На самом деле таких историй случается очень много, просто многие об этом умалчивают, многим стыдно признаться и рассказать, что их смогла обворовать, обмануть цыганка, но, как я уже сказала, со всякими бывает, и вот вы думаете, что вы ко всему готовы, вы наслышались кучей историй, уже насмотрелись всего разных способов того, как можно обмануть людей, разного вида мошенников, и думаете, что точно я на эти уловки не попадусь, как думала это я. Я говорила себе, я да никогда в жизни вообще не подойду, не стану заговаривать и вообще никогда в жизни не сниму обручальное кольцо, не отдам человеку, не отдам деньги свои с кошелька. Но, как говорится, не зарекайся, жизнь тебе иногда преподнесет такое, к чему ты просто не будешь готова, но, с другой стороны, ты получишь несравненный опыт, который тебе пригодится в жизни, потому что, ну, на что еще дана жизнь, да, как не на получение опыта. А опыт получается не из тех историй, которые ты прочитал в книге, не из тех ситуаций, которые тебе рассказали друзья, знакомые. Опыт получается именно из тех ситуаций, которые тебе преподносит жизнь. Я не говорю, что со всеми это должно случиться. Я желаю, чтобы такое не случилось ни с одним человеком, но все-таки никто ни от чего не застрахован, как я это уже поняла в последнее время. Ну и последнее. Мне очень хочется пожелать вам почаще слушать свое внутреннее чутье, внутреннюю интуицию, даже если она расходится с какими-то внешними обстоятельствами, либо с теми планами, которые вы запланировали. Не всегда мне удается это сделать. Например, в тот день у меня были запланированы кое-какие дела в городе, и мне нужно было туда поехать. Но мне так не хотелось это делать, мне очень хотелось остаться дома и не выходить никуда. Вот такая вот история. Можете писать в комментариях все, что вы думаете по этому поводу, все, что считаете нужным. Несчастной я себя не считаю, потому что, на мой взгляд, несчастный не тот, кого обокрали, а тот, кто обокрал, потому что он обокрал саму себя. На этом все. Желаю вам отличного настроения, здоровья – это самое главное. И всем успехов. Всем пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok